А перед началом этого ролика я попрошу вас подписаться, чтобы не пропускать другие интересные видео по различным стратегиям. Поехали! Итак, всем привет, с вами ДопГ, и в этом видео я расскажу вам про очень интересный мод World Ablaze. У меня уже есть множество прохождений по этому моду, есть множество стримов по этому моду, и в принципе я его считаю, наверное, самым сложным. Мода сложнее я не знаю, если вы знаете, можете обязательно написать об этом в комментах, но мы же переходим к обзору этого мода. Давайте начнем с основных изменений в моде. Во-первых, это очень стильная карта, мне нравится она намного больше ванильной, в игру просто приятнее уже играть только из-за этого. Но, конечно же, это не мод на карту. Самым большим изменением, я бы сказал, являются исследования, потому что у всех мажоров есть свои уникальные для них исследования. Пехоты, танков, артиллерии, флота и авиации. То есть, играя за другого мажора, вы будете видеть вообще абсолютно полностью другие характеристики у ваших дивизий, у ваших самолетов, у вашего флота, и билд вы будете каждый раз использовать другой. Более подходящий, я бы сказал, исторически к вашей стране. То есть, у Германии, в отличие от других стран, уже на старте есть достаточно неплохие танки, и в принципе плюс-минус со старта игры начинаете их производить. В принципе, здесь в оси чуть раньше появляются какие-то преимущества, но в целом к лейту союзники тоже становятся очень сильными, как промышленные, так и технологические, но об этом чуть-чуть попозже. К примеру, за США у вас в принципе до 1939 года практически нету никаких исследований бронетехники, но если мы пойдем дальше, то тут будет очень-очень много единиц различных. А в СР какая-то средняя ситуация. У него уже на старте есть множество различных технологий, но в среднем танки достаточно посредственные. Вплоть до как раз-таки вот середины, наверное, войны, там танки начинают быть прям очень хороши. Таким образом, на каждой стране у вас будут свои моменты пика своей силы и моменты, когда вы будете слабее других стран, что буквально делает каждую страну уникальной по своей силе. Конечно же, не затронуты не могли остаться фокусы, поэтому фокусы также переработаны очень качественно. Причем я замечу, что здесь нету альт исторических путей для многих стран. Вот в первую очередь опирается на исторический геймплей, то есть с историческими фокусами без каких-то изменений в истории. Да, все еще есть страны, у которых ветки эти не вырезаны, но они в процессе вырезания находятся. Через какое-то время все эти ветки будут удалены, а исторические будут проработаны намного лучше. Пока что их оставляют, хотя в целом, я бы сказал, они не слишком хорошо поддерживаются. Иногда бывают различные приколы, если вы пойдете не по историческому пути. Но так как мод исторический, я бы сказал вам и не нужно делать это в этом моде. Иначе зачем вы играете в этот мод, верно? И это только одно из самых базовых изменений. Фокусы, исследования, то есть персонализированный контент для разных стран, прям реально персонализированный. Также есть и общее изменение. Это экономика. Во-первых, здесь есть новые ресурсы. Железо, бокситы и уголь. Это что-то вроде сырья. Уже используя эти ресурсы, вы как раз таки производите себе сталь и алюминий. Такие ресурсы, как резина, нефть, кром и вольфрам остались без изменений. То есть, в принципе, вы их получаете сразу. Но чтобы произвести сталь или алюминий, вам необходимо построить либо по фокусам, либо самому солидейные заводы, алюминиевые заводы. И уже используя как раз таки вот эти ресурсы, вы будете производить финальный ресурс, из которого уже вы будете производить себе различное снаряжение. Это вообще неплохая система. Мне она очень нравится. Таким образом, Германия действительно имеет смысл вести торговлю с Швецией, потому что в Швеции очень много железа. Ведь исторически Германия получала очень много рода из Швеции. И аналогичные вещи, в принципе, можно увидеть и с другими странами. Из Венгрии мы получаем очень много бокситов, которые мы можем перерабатывать. В Италии свои ресурсы. В Югославии, Греции там свои ресурсы. То есть, в принципе, ресурсы в этой игре теперь значат очень много. И если вам эти ресурсы блокируются, то вам реально больно. Найти эти ресурсы намного сложнее, в отличие от ванилы. Особенно эта ситуация чувствуется на Японии. Вы действительно ограничены в своих ресурсах. И вам действительно очень хочется захватывать Китай ради этих ресурсов. А в один момент вам захочется пойти на юг, потому что здесь просто огромные залежи нефти и огромные ресурсы резины. Как раз то, чего вам будет не хватать здесь, в Китае, вы их нигде не найдете. Таким образом, ваше решение по расширению, ваше производство будет очень хорошо обосновываться вашими доступными ресурсами, вашими доступными технологиями. И это очень круто. Вы действительно можете прочувствовать на себе, почему какие-то страны делали какие-то определенные решения в своей внешней политике. И почувствовать эти самые ситуации. На Германии вы почувствуете, что вам нужно найти где-то ресурсы, вам нужно их захватить, вам нужно их купить, вам нужно торговать Советским Союзом. Это очень важный ваш торговый партнер до войны с как раз таки этим самым Советским Союзом. На странах оси вы действительно стоите просто на таймере, потому что... Здесь есть еще одна очень интересная экономическая механика. Это экономическая усталость. Чем больше устала ваша экономика от войны, тем больше у вас дебафов. Причем, чем дальше, тем хуже. Как вы можете видеть, при 100% усталости происходит экономический коллапс. Вы просто ликвидируетесь. Ваши страны начинают умирать просто непостижимыми темпами, я бы так сказал. Так что вы, конечно, хотите, чтобы ваша экономика все еще жила. От чего эта усталость поднимается? От вашего закона экономики, вашего закона торговли и вашего закона призыва. То есть, чем дальше, тем хуже, тем быстрее ваша экономика будет ухудшаться. Кроме того, у некоторых стран еще есть сверхмобилизованная промышленность. То есть, еще быстрее. По 1% каждые 12 дней. Сложить это с тем, что вот от этих законов тоже вы будете терять экономическую усталость, то да, ситуация очень грустная в поздние даты. Если вы ничего не делаете, то к 45-46-му ваша экономика вполне себе может умереть. Поэтому вам нужно спешить. И мы же понимаем, что страны ОСИ намного чаще закрывают свою экономику, намного чаще поднимают призыв, потому что они и начинают действовать, у них обычно самая большая армия в начале игры, и мобилизируются они так же рано. Как они могут исправить свою экономику? И у стран ОСИ как раз таки есть уникальное решение об эксплуатации захваченных территорий. То есть, когда вы захватываете всякие Нидерланды, Бельгии, Франции, Польши, вы можете эксплуатировать эту территорию, получить там урон промышленности, получить там сопротивление, но сбросить экономическую усталость. Плюс вообще у всех стран есть здесь решение во время войны, чтобы эту экономическую усталость снижать. Я бы сказал, что эти два изменения ресурсов и экономической усталости очень хорошо отображают, как экономики велись во время войны. Более лучшего отображения я, наверное, никогда в модах не видел. Еще, конечно же, очень много персонализированных для стран духов, то есть, какой у нас здесь бизнес происходит, как у нас экономика в стране происходит, Какие-то там уникальные штабы, уникальные характеры. Но это все, я бы сказал, второстепенно. И во многих модах это также есть. Это не так уникально. Также надо помнить, что вот эти все законы снижают поддержку войны. И вам нужно вместе с этим вести пропаганду. Вам нужно реально будет следить за тем, что ваша поддержка войны не падала слишком сильно. Она здесь будет падать. Это тоже очень классно сделано. Еще один, кстати говоря, из способов снижения экономической усталости, наряду с решениями и фокусами, это облигации. Во время войны вы можете снижать вашу усталость. Выпускаю вот эти вот облигации. Во время войны они вам дебафов никаких не дают. Но после войны вам нужно будет нажимать на решение, либо на удаление фабрик, либо на получение дополнительной экономической усталости. Ну есть экстренные варианты, вроде снизить очень жестко вашу мобилизацию экономики. Тоже это даст вам экономической усталости подышать. Но на этом все. Таймер реально существует. И ось реально должна что-то делать, как-то справляться с этим. Просто так поставить военную экономику и застраиваться никто вам не даст. А союзники к лейту становятся очень сильными. Здесь очень сильный лейтгейм у союзников из Советского Союза. Промышленность просто безумная. А лейтгейм модификаторы, которые насобирают в себе Советский Союз и США, тоже. Это безумство умножают на еще одно безумство. За счет чего же тогда оси побеждать? Как я уже и сказал. У них ранние технологии обычно очень хороши. А также они раньше намного мобилизируются, раньше формят себе опыт, раньше набирают себе большие армии. То есть я бы сказал, опыт получается достаточно балансный. Да, вы сильнее, но через некоторое время, если вы не успеете реализовать свое преимущество, вы проиграете. Конечно, тут есть еще, так сказать, второй шанс. Очень поздние технологии у всяких стран оси, в особенности у Германии, очень сильные. То есть, к примеру, у нас тут открываются монтеры, королевские тигры, еще дальше какие-то танки. Они все очень хороши, но при этом еще очень дорогие. И к этому году либо вы уже победили, либо вы уже проиграли. Но если вдруг каким-то образом у вас все-таки ничья, эти технологии помогут вам добиться своего. В среднем они намного лучше альтернатив, но при этом еще и намного дороже. Нечто подобное можно наблюдать и в авиации, и вполне себе на других странах. Похожие вещи тоже есть. А теперь мы, пожалуй, перейдем к тому, почему бода здесь сложная. И почему этот мод самый сложный, по моему мнению. И правда в том, что ИИ здесь очень хорошо проработан, но не совсем так, как вы бы могли подумать. Да, здесь встроена эксперт АИ, и ИИшка имеет мозги настолько хорошие, насколько это, в принципе, наверное, возможно. Но проблема не в этом. Если бы это был просто умный бот, ну, опять-таки, умный он все еще глупый, то это было бы одно. Но боту здесь дают откровенные читы. Во-первых, ему постоянно дают какие-нибудь духи, типа Германии выдают 30% снабжения минус, потому что бот слишком часто горит. У бота все также планы. А планы это различные решения по объявлению войн и получению бредом бафов. Намного сильнее. То есть, если вы будете получать 10% атаки против Франции, когда вы нажимаете атаковать Францию, то бот будет получать 25. Если вы на Японии будете получать просто какие-то бафы к атаке против США, то бот будет получать сверху еще 50% потребления припасов минус. Так везде. В каждом моменте, где можно дать боту силу, они ее дают. Бот получает спавный фабрик, бот получает спавные старяжения, бот получает спавные дивизии, бот получает более сильные временные бафы. Это честно? Нет. Это самый хороший способ заблантить? Однозначно нет. Но это работает? Да. Благодаря этому боты здесь становятся сильно сильными. Да, они достигают этого за счет количественных бафов, так сказать. Не качественных, не улучшают достаточно интеллект. Но проблема в том, что бота нельзя заставить планировать действия. Его нельзя заставить планировать производство. Планировать то, как он будет воевать. Он воюет, к сожалению, практически всегда автопланами. Всегда неэффективно расходует свое снаряжение. Он всегда неэффективно расходует своих людей. Он не умеет воевать на море. Разработчики даже не дают функционал для того, чтобы научить его воевать на море. Он не умеет заранее натренировать кучу воздуха, а потом эффективно его использовать. Поэтому в тот момент, когда качественные улучшения достигли своего максимума, улучшения количественные я считаю очень-очень хороши. Да, все еще я бы предпочел качественные улучшения. Я бы предпочел видеть бота, который был бы гением игры и делал все хорошо. Но это просто невозможно. С этим просто надо смириться. Чем же так хороши эти улучшения? Потому что мы же просто можем поставить максимум сложности в игре, верно? Вот оно. Поставь все сложности литу, поставив максимум усиления противникам. Что не так? Не так то, что это просто наваливает всего везде. Это не качественное количество усиления, в моем понимании. Бот просто получает везде всего навала. Разработчики этого же мода делают очень хорошие точечные количественные улучшения. Бот слишком плохо строится, пускай бот будет иметь просто дополнительную промышленность. Бот плохо использует снаряжение, бот недостаточно его делает. Пускай у него будет просто больше снаряжения. Бот тратит много припасов, пускай он тратит меньше, просто минус процентами. Бот на Германии не может взять Норвегию сам качественно. Давайте заспауним вокруг Осло в трех провинциях дивизии. Это небольшие бафы, но в сумме, конечно же, они становятся огромными. И они в этих местах локальных очень хорош работают. Бот не может моторизировать все свои пункты снаряжения. Давайте дадим просто Советскому Союзу 50 тысяч машин, что может пойти не так. И такого рода вещи везде. И сделаны, как я уже сказал, они достаточно качественно в том смысле, что боты дают именно то, чего ему не хватает. А не просто на тебе минус 80% потребления горючего, пускай у бота будет бесконечное топливо. Нет, у бота тоже может начаться топливо, у бота также может начаться истощение. Просто все будет намного проще для него. То есть ошибки ботов будут намного легче для него. А боты ошибаются очень часто. Они не понимают, когда надо отступить, когда можно сделать успешный прорыв. Они не будут заходить в пустую провинцию, если по батл плану нужно захватить предыдущую. Я считаю такие компенсации справедливы. В отличие от вот этих, которые, как я уже сказал, просто размазывают бафы по всему его лицу. Единственный минус, конечно, в том, что иногда это бывает слишком абсурдно. К примеру, Германия на момент начала войны с Францией может взять и построить себе 1010 самолетов. Это слишком много. На игроке построить столько самолетов, одновременно с большой армией и с большой промышленностью, достаточно проблематично. Если не вообще невозможно. Но, как я и сказал, это в принципе достаточно балансно, потому что он очень глупый. Только в некоторых местах это бывает, ну, слишком. Атаковаться на действительно сложных компаний, действительно сложных игр за Советский Союз. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на вот эти вот где-то перебафанные Иишки, мод очень хорош. И если вы уже устали от обычной ванильной игры, которая не может вызвать у вас никаких сложностей, то этот мод для вас. Особенно первое время вам будет сложно и от этого еще более интересно. А различные исследования заставят вас использовать разные билды, составлять которые также тоже невероятно интересно. На этом, я думаю, обзор моды можно закончить. Как я сказал, если вы ищете сложности, то это точно мод для вас. Если вы устали от обыденной простой игры в Хойке, либо в какие-то другие моды по Хойке, то это мод для вас. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии оставляйте. Делитесь своим мнением по этому моду, по другим модам, по альтернативам этому моду. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok